Раф, я записал, что до этого Вы сказали, мы соединяемся с окружением и не критикуем его. Оно может казаться нам очень неисправленным. Раф, что делать, если есть несколько товарищей в десятке, которые все время критикуют, показывают, где товарищи ошиблись? И даже некоторые товарищи говорят им, что это неправильно. Они не могут работать с этим. Что делать? Как это исправить? У меня такое правило, что в группе мы не критикуем никого, кроме того, что у нас, ну, может быть, такие собрания, когда мы сидим, и тогда мы делаем выяснение, в каких точках, где у нас неуспех и провал. Так что практически делать, если товарищ критикует не на таком собрании, просто колет, опускает? Что я должен ему сказать? Нужно ответить ему открыто и явно сказать, сразу сказать, что у нас так не принято, потому что это не исправляет. Мы действуем только ради исправления. Нет у нас ничего-то святого или наоборот. Это действует ради исправления или нет? Если исправление, значит, у нас принято. Если не ради исправления, значит, не принято. И тогда они вытаскивают то, что вы иногда говорите, давайте снимем перчатки, не будем джентльменами, надо продвигаться. Да, но иногда можно так делать ради истинного анализа. Мы иногда так делаем. Да, ну так что? Окей, я понял. Только когда мы делаем выяснение согласно порядку собрания, когда мы обволакиваем себя хвалой и тогда выясняем что-то, тогда снять перчатки, делать это организованно. Продолжение следует...